Итак, сегодня мы будем изучать следующую мишну. И в предыдущих мишнах мы учили, что было пять особенных, выдающихся учеников у Раби Йоханана бен Закая. И первый из них – это Раби Элиезер. Раби Элиезер бен Уркинус. И мы уже в предыдущих передачах говорили об истории Раби Элиезера бен Уркинуса, который в 28 лет пришел в Иерусалим, чтобы учить Тору у Раби Йоханана бен Закая. Причем до 28 лет он даже не знал еврейского алфавита, не умел говорить даже самые простые произносы, самые простые благословения, не мог прочитать даже благословения после еды. И это поразительная вещь. Тот мудрец, с которого начинается вся устная тарафа. Мы цитировали уже. Первая мишна в трактате «Брахот». С какого времени читают «Шма вечер». С того часа, как до коины, входят, чтобы есть Труму. Отцов Ашмура решуна до конца первой стражи ночи. И чьи же это слова? Диврей Раби Элиезер. И это слова Раби Элиезер. Дальше мудрецы спорят с ним, Рабан Габриэль спорят с ним. Неважно. Но с кого, со слов какого мудреца начинается вся устная тарафа. И этот мудрец, который только в 28 лет начал учить Труму. И когда я готовил этот урок, я задумался. Но тот, который пришел после него. И который учился у Раби Элиезера и у его друга. И тот, с кем он спорит на протяжении, можно сказать, очень многих мишнает. Где и в Талмуде. Рабиушо бен Ханани. Второй ученик Раби Йоханана бен Закая. Эти два ученика вынесли его из осажденного римлянами Иерусалим. Так вот. У них учился великий Раби Акива. И вы знаете, он начал учиться только в 40 лет. Сам Раби Акива говорил про себя. Что когда он видел еврейского мудреца. Он готов был грызть его кости как осел. Вы понимаете? До того, как он начал учить Тору. И благодаря праведной жене, дочери мультимиллиардера, Кальбасово, Рахель, еврейский народ, получил величайшего учителя всего еврейского народа, Раби Акива. В 40 лет он начал учить Тору. И вы знаете, о чем я подумаю? Ведь это явная параллель с нашим поколением. Мы, которые искали свои тропинки, чтобы прийти к тем облакам славы, которые всегда находятся в пустыне. И они окружают стан еврейского народа. В центре которого находится мешкан, переносный храм. А внутри его, в самом центре, кодыша-кодыши, святое святых, ковчег, в котором находится скрижаль завета. Мы с вами. Я слышал от величайшего мудреца нашего поколения, главы Ешивы Тифрах Равельезера Пильца. Я пришел к нему с одним евреем из Москвы. И он сказал, вы знаете, кто выйдет навстречу Машеху? Он сказал, нет, не знаю. Он говорит, такие люди, как вы. Баалей Чува. Поразительно. И он объяснил, граф Пильца. Когда в детстве я учил Тору, мой отец целовал меня в лоб и говорил, какой ты молодец. А вы, Баалей Чува, особенно из России, ведь вы, как Авраам Авину, искали путь, чтобы открыть Творца. И вы понимаете, какая связь. То есть самые великие еврейские мудрецы. Ну, то есть сказано, что всю устную Тору мы получили через Раби Акива. Его ученик Раби Мейер сказано, что вся Мишна, где не указывается имя того, кто от лица кого говорится, какое-то высказывание, это Раби Мейер. Ве Алиба де Раби Акива. И от имени, то есть по сердцу, по пониманию Раби Акива. Так вы понимаете? Это то поколение, Раби Акива жил еще при Втором Храме и после разрушения его. То поколение, которое было на стыке, на переходе. Жизнь еврейского народа с храмом – это одна жизнь. А жизнь еврейского народа без храма и без святой земли Израиля – это уже совершенно другая жизнь. С разрушения храма начинается наше изгнание, наш галут, наше изгнание среди народов мира. И прежде всего, это Рим, это потомки Исава, это называется наш четвертый галут, самый длительный галут. Галутый дом. И вот мы, наше поколение, мы надеемся, что мы находимся уже в конце этого изгнания, которое длится около двух тысяч лет. И вы понимаете? И вдруг такая параллель. Раби Акива, который только в 40 лет начинает учить Тору и становится учителем всего еврейского народа. Мы уже говорили про то, что когда Раби Акива вернулся к своей жене, через 12 лет с ним шли 12 тысяч его учеников. А через 24 года, когда он окончательно вернулся, с ним шли 24 тысячи его учеников. То есть он стал учителем всего еврейского народа. И это тот человек, который до 40 лет не знал букв о нашей поколении. Я вам расскажу. В 1972 году я начал учить иврит в Москве. И я четыре раза был на первом уроке. Обычно тогда уроки проходили на квартирах, подпольных. И только после четвертого раза я взял и выучил алфавит. Я помню, как я писал первые буквы. Это действительно праздник. Вчера я был в Цфате с Равином, большим еврейским мудрецом Рав Игалем Полищуком. И он рассказывал, он уезжал в 1972-1973 году из России в Израиль. И вот в Москве он был у одного человека. А тот человек был военным. И он понимал, что он не может уехать. И он смотрел на него и говорит ему, представь себе, ты через две недели уже будешь в Юрушелаем. Так вы понимаете, это на нашем поколении происходит. Вот эти первые буквы, которые я выучил в 1972 году. А потом я продолжал. И в 1972 году я получил свой первый вызов. Но я уехал из Москвы только в 1979 году. А по роду своей работы я должен был ездить из города в город. И я помню, как я приходил в синагогу. В разных городах, где я был в Советском Союзе, я искал синагогу и приходил туда. И часто я был десятый. И часто я уже брал сидур. Я уже знал, с какой стороны его открывать. И я уже правильно открывал. Но я находил буквы, которые я знал. О голосовке я еще не выучил. Поэтому читать я еще не мог. Но я учил. Это буква Альфа, это буква Бет. Это буква Гиммел. И таким образом я присоединялся к Миньяну. То есть я хочу сказать, что есть явная параллель между началом нашего изгнания, величайшими Танаим, учителями всего еврейского народа и нашим последним поколением. Ни Тора нет у нас, ни праведность. И вот мы именно вот в таком положении. Но давайте вернемся к величайшим Танаиму, Рабилиезеру, от имени которого сейчас, то есть слова которого и приводит это Мишн. Но почему Творец дал, чтобы только в 28 лет он начал учить Тору? А Раби Акила только в 40 лет. Я приведу вам пример. В месяц Илюль, месяц Раскаяния, последний месяц года перед Ро Шишана, перед Днем Суда, и мои дочки учились уже в религиозной школе в Иерусалиме. И одна из них объяснила, на самом деле, потом, когда я учил в Бавилонский Талмуд, Рахтат Брахот, сказано, в том месте, где Баали Чува стоят, даже цельные праведники стоять не могут. Баали Чува, вернувшиеся к Творцу. И учительница очень ясно объяснила. Представьте себе, один человек связан с другим, веревочка. Веревочка связан с кем-то другим. Это не горный подъем, потому что если веревочка обрывается, тогда говорят кадыш, вы понимаете. А это другая вещь. Вот если связан, один человек держит за веревку, а другой с другой стороны. И вот этот человек, который внизу, он берет и срезает эту веревку. И теперь он может с этой веревкой делать что хочет. Может прыгать, может отгонять мух, что угодно. Но если он хочет вернуться и связаться с этой веревочкой, которая была сверху, что он должен сделать? Он должен взять две эти веревки, сделать узел, завязать их. И тогда, там, где он держится, это гораздо ближе к тому, кто держит веревку наверху. А на самом деле, объясняет так Рамхаль, великий учитель еврейского народа, Раби Мушей Хаэм Людзад. Связь с источником жизни, это главное, то, что открывает человек в этом мире. А кто источник жизни? Тот, кто его послал в этот мир. Тот, кто вдунул в ноздри первого человека душу живую и дал жизнь каждому из нас. Потому что то, что написано в Талмуде, три компаньона есть при создании человека. Отец, мать и творец. Отец дает все белое, что есть в теле человека. Кости, белок, серое вещество. А мать дает все красное, что есть в теле человека. Это кровь, это плоть, это зрачок. Ну и так далее. А что же дает творец? А он посылает душу, вдувает душу. Те же самые глаза, оживленные душой, видят, уши слышат, нос обоняют, наши рецепторы ощущают, наш язык, он, как сказать, ощущает вкус. Но все то же самое, все те же самые органы. Но когда творец забирает свою часть, это называется труп. Так вот, это связь с источником. Так вы понимаете, чем... Другой пример. Если растянуть пружину, представьте себе, в каком голоде находится душа еврея, которая лишена вот этого источника его жизни. То есть, святой Торы, которая предназначена каждому еврею. Так вот, чем больше растянута эта пружина, тем больше голод. Это то, что говорит пророк. Ой, кольца мэлли хули маим. Ой, все жаждущие, идите к воде. А вода – это Тора. И Тора источник, то есть, она сравнивается с чем вода? Есть общее правило. Вода стекает вниз. То есть, человек, который делает себя сосудом, который может вместить Тору. Так мы рассказывали, что Раби Леезер, когда он пришел в Иерусалим, его отец Уркинус, один из богатых людей, его поколение был. Но он сказал, ничего не получит мой сын, который меня не послушался, и ушел. Что он взял? Он набрал землю. И что в мешочках у него была земля? Он высасывал сок из земли. И через несколько дней, может быть, пять, шесть, может, неделю, Раби Йоханнен бен Закай почувствовал дурной запах изо рта Раби Леезера. Тогда он послал своих учеников спросить, что он ест в доме, где он остановился. Они сказали хозяева дома, думали, что он ест у вас. То есть, вот все это время он где-то пил воду и высасывал сок из земли. И сказал Раби Йоханнен, из-за того, что ради Торы вышел дурной запах из твоего рта, еще из источника твоей Торы будет пропитание для всего еврейского народа. А теперь услышим, что говорит этот бальчува великий Тана Раби Леезер бен Уркенес. Сказано, что каждый из учеников, из пяти учеников, он сказал три вещи, три наставления. Прочитаем. Гэм амру шло шадварин. Они сказали три вещи. Раби Леезер омер. Говорит Раби Леезер. Ихвод хаверха хавива леха кишенха. Чтобы почет твоего друга был тебе так же дорог, как твой. Ва айтии нох лихос. И не будь слишком гневливым. Не будь вспыльчивым. И третья вещь. Вышел в йомихат левны метатха. Метатах, извините. И вернись, раскайся, сделай шуву за день до смерти. Есть комментаторы, которые говорят, что первые две вещи, чтобы почет твоего друга был тебе так же дорог, как собственный, и не будь вспыльчивым, это одна вещь. Тогда вторая вещь. Раскайся за день до смерти. А третья вещь. Грейся у огня мудрецов. Итак, как же понять эти три вещи? Прежде всего, каждый из учеников он дал три наставления. То есть, мы уже говорили, почему поучение отцов называется поучение отцов. Потому что это те вещи, которые еврейские мудрецы реализовали в своей жизни. То есть, то, что было для них самым главным, квинтэссенцией Торы, которые, чем отличается еврейский мудрец от даже большого знатока, которого еврейский народ не называет мудрецом. Еврейский мудрец это то, что он учил, он реализовал в своей жизни. Он сделал это тем, что это то, что течет в его крови. Это то, что он вдыхает и выдыхает своим дыханием. Не мудрец. Он может много знать. Он много может прочесть, много книг. Но про него говорят, что это осел, нагруженный книгами. Так вот, здесь поучение отцов мира. Это еврейские мудрецы. Так это квинтэссенцией их жизни. То, что они реализовали. Так вот, знаете, один человек говорит, я говорю не про вас, это я говорю про себя. А на самом деле он получает направо, налево. Знаете, почему Советский Союз называлась страна советов? Потому что все давали друг другу советы. Так вот, здесь это дает совет тот, кто прежде всего реализовал это в своей жизни. И так, чтобы почет твоего друга был так же дорог для тебя, как твой собственный. Подобно тому, как ты не хочешь, чтобы кто-то задел твою честь, опозорил тебя. Ты хочешь, чтобы тебя уважали. Поэтому будь осторожен, чтобы не задеть честь любого человека. Если при тебе унижает какого-то человека, это в твоих глазах должно выглядеть, как будто оскорбили и унизили тебя самого. А если ты видишь, как уважает твоего близкого, для тебя это должно быть так радостно и дорого, как будто уважают и показывают почет тебе. Теперь не будь вспыльчивым, не начинай сердиться легкомысленно быстро, ведь в состоянии гнева человек может не сдержаться и обидеть, задеть честь близкого. Это то, что сказали наши мудрецы в трактате Псахи. Всякий, который гневается, если он мудрец, мудрость оставляет его. Если он даже пророк пророчества оставляет его. И еще сказали, всякий, кто сердится и вычеркивает из памяти все им изученное, то есть Тору. И вместо этого входит что? Глупость. Как сказано, так сказал самый мудрый человек в мире, царь Соломон, не спеши гневаться, потому что гнев находится в сердце глупца. Теперь, следующая вещь совершенно непонятна. Как это можно раскаяться за день до смерти? Человек знает заранее, сколько он проживет. И так написано в трактате шаббат. 127 лист. Спросили ученики у раба Элиезера, как человек, что он знает, когда последний день его смерти, чтобы он успел сделать чуву, раскаяться. Ответил раб Элиезер, пусть он раскается сегодня, потому что может завтра умереть. А завтра, пусть он раскается завтра, потому что может послезавтра умереть. Вдруг он умрет на следующий день. Таким образом, все дни человека должны быть в раскаянии, в чуве. И это то, что сказал Шлома Амелых, царь Соломон, в своей мудрости. Это тоже Когелет в Экклезиасте. Почему называется книга Когелет? Лик Гол это собрать. Тот, кто собрал мудрость всего мира. Это был самый великий мудрец всех поколений. Царь Шлома. Что он сказал? Что во всякое время твои одежды были белы. И чтобы оливковое масло лилось на твою голову. И вот так сказал учитель раби Лезера, раби Йоханнен бен Закай. Он привел некоторую притчу. Один царь пригласил очень много своих слуг на пир, но не указал им, в какой день будет этот пир. Что сделали умные слуги? Они надели свои лучшие одежды и стали ждать. Они сказали, разве чего-то не хватает в царском дворце? Это может быть в любую минуту. А глупые что сказали? А нам не сказали, когда идти на пир. Что такое? Пока нас позовут, пока что. Пошли на работы всякими грязными работами занимались. И вдруг неожиданно царь объявил, всем прийти на пир. Умные пришли в белых одеждах, в праздничных одеждах, а глупые, кто-то занимался перекладкой кирпича, кто-то таскал мешки с картошкой. Вы представляете, как они выглядят? Эта притча говорит о том, что человек, это объяснение слов Рабелеза Рабин Уркинус «Раскайся за день до смерти». Что значит раскаяться? На самом деле описано в наших святых книгах, что каждый еврей перед тем, как он идет спать, должен просмотреть все свои поступки за день. Подумай, что я делал хорошо, чтобы увеличить эти хорошие поступки. Что я делал плохо? Где я споткнулся? Где я ошибся? Где я опоздал на молитву? Где я наступил на ногу своему другу? Где я, может быть, грубо с кем-то говорил? Может быть, я на кого-то сердился? Может, я кого-то обидел? Ой-ой-ой-ой-ой! Человек делает счет, что он сделал? Я помню, как мой учитель Равицк Гзильбер, он говорил, «Патлас, послушай, сегодня утром я выяснение еврейства» и так далее. Потом в 12 я прибежал на урок, дал урок, после этого днем я поехал на Таню, там была свадьба, потом я вернулся, у меня был еще один урок, уже в другой решили, и вечером у меня была урока, свадьба, бар-митцва и так далее. Он пересчитывал вот эти митцвот, которые он успел сделать за день, как бриллианты, то есть вот день, который дал мне Творец, сколько я заработал за этот день, но несомненно, Равыцкак он не делал счет, что вот я заработал, сейчас у меня я такой праведник, вот у меня миллионы митцвот, которые у меня это то, как я использовал тот подарок, который дал мне Творец. Я слышал во время одного урока, один человек спросил, представьте себе, пришел к вам гость, и он вам дал большую коробку шоколадных конфет, ну скажем там 24 конфеты, сколько вы ему бы дали этому гостю? Один человек сказал, ну три конфеты, другой пять конфет, другой шесть конфет, он сказал, посмотрите, Творец нам дает новый день, 24 часа, сколько часов вы отдаете ему, сколько конфет, это шесть конфет, вчера, в субботу, Игаль Плещук рассказывал мне про друга одного, он работает программистом в Америке, в восемь часов в день он учит Тору, вы понимаете? Вот это я понимаю программист, до начала работы, во время обеденного перерыва в работу, во время того, как он едет на работу, возвращается с работы, вы понимаете, какой пример для всех нас, то, как человек использует этот подарок, эту коробку конфет, состоящую из 24 часов, так это умные слуги царя, они пришли в белых одеждах, потому что сказано, нету полного праведника в мире, и поэтому сказано нашими мудрецами, семь раз упадет праведник и поднимется, и оказывается, само падение было источником его подъема, вы понимаете, здесь заключена очень глубокая вещь, и с этого начинается первый вопрос Талмуда, почему вдруг мы читаем Шма сначала вечером, а не утром, ведь мы читаем два раза в день, и отвечает один из ответов Талмуда, потому что так творец сотворил мир, и был вечер, и было утро, день один, сначала вечер, сначала тьма, а потом свет, вы понимаете, и поэтому так важно человеку очищать свою одежду, быть в раскаянии, быть в тшуве, потому что одна из тех вещей, которые человек может сделать, это пока он находится здесь, он может очиститься, даже с самой белой одежды, на них видно маленькое пятнышко, одна из вещей, которая говорила своим соседкам жена Вильевского Гаона, они приходили и говорили, ну как ты можешь, он ведь 24 часа в сутки только учится, учится, он никого не видит, ни седю, ничего, она сказала, подождите минуту, я вам что-то покажу, и она выносила его белую рубашку, посмотрите, вот эта рубашка, которую он сменил перед субботой, там не было ни одного пятнышка, это другое состояние человека, он по-другому живет в мире, это то, что говорит царь Шлом, что во все времена твои одежды были чистыми, и это то, что учат Тана Акадош, Рабелиезер бен Уркинус, раскайся за день до твоей смерти, потому что сказано, человек, который даже 70 лет нарушал, если он в последний момент перед тем, как творец забирает его душу, он раскается, то ему не вспомнят его все плохие дела, но у него не будет заслуг, поэтому как важно услышать то, что говорит Рабелиезер, сегодня раскайся, потому что ты завтра можешь умереть, завтра раскайся, потому что послезавтра могут тебя забрать, и так все дни твои должны быть в раскае, на этом я завершаю, всего хорошего, до следующего урока, до следующего урока, надежда, подür exhale,